Всем вам good morning! Здравствуйте! Сегодняшний урок будет один человек пропустил молитву в синагоге, и поэтому он решил помолиться дома. И когда он молился, Тора говорит нам, когда мы молимся, надо, чтобы в помещении были окна, чтобы мы смотрели на небеса. В синагоге надо постараться, чтобы было 12 окон, параллельно 12 коленом Израиля, и также 12 есть трубы, когда Бог принимает наши молитвы. Но если нет окон, то можно молиться в помещении, но желательно, чтобы были окна, и надо постараться, чтобы окна были наверху. Иногда люди имеют окна, но видят, кто проходит, и это человека может отвлекать во время молитвы. И вот один человек, он пропустил молитву в синагоге, опоздал, и он решил помолиться у себя дома. И он стал молиться, и он видит, когда он молится, он читает молитву Шмонаесра. Молитва Шмонаесра – это то, что мы молимся молча, и нельзя вообще прерываться. Когда он молился, он стоял возле своего окна, и он видит, кто на улице проходит, и что происходит на улице. Но он смотрит на небо и молится, и вдруг, когда он читал молитву Шмонаесра – молча, он увидел, что один известный рабай из Израиля приехал. Он собирает деньги для своей Ешивы, и он видит, что этот рабай, он хотел этого рабаа завести к себе домой и сказать, оставайтесь у меня дома, но он не может разговаривать. И что вы думаете, он сделал? В середине молитвы Шмонаесра он побежал на улицу, ничего не говоря, он мимикой зовет этого рабааа к себе домой, и рабай пришел к себе домой, и он продолжает молиться. Когда этот рабай увидел то, что он сделал, он говорит, «Я очень благодарен вам за то, что вы меня пригласили к себе домой, но одну вещь я не могу понять, вы читали молитву Шмонаесра, вы разговариваете с Богом, как вы можете побежать и меня позвать?» Он говорит, «Я это научился от Авраама вину, потому что Авраама вину, когда он сделал обрезание на третий день, Бог пришел его навещать, и когда Бог пришел его навещать, он увидел облако, он знал, что Бог меня сейчас навещает, он увидел трех гостей, троих гостей он увидел, и он говорит, «Бог, пожалуйста, подожди, у меня гости есть, отсюда мудрецы учатся в Авраама, у вас ехать шаббат, что приглашать гостей важнее, чем приглашать Бога». Если Бог скажет, «Я хочу тебе прийти домой», и придут бедные люди, хотят прийти домой, кого вы должны принимать? Бог, пожалуйста, меня не извини, сейчас я должен принимать гостей. Принимать гостей намного важнее, чем принимать самого Бога у себя дома. И он, говорит, научился от Авраама вину, правильно он поступил или нет. Читает молитву Шмона Исра, и потом видит, что на улице пришел, говорит, большой Рабай, и он намеком его заводит домой, чтобы Рабай не ушел к другому в гости, чтобы там не остался, он хочет, чтобы Рабай эти несколько дней у него дома был. Мы должны знать, что этот человек неправильно поступил, и он не должен проносить доказательства от Авраама вину, что он должен остановиться и принимать гостей из-за этих причин. Первая причина, говорит Шулхана Рух, что нельзя человеку прерываться во время молитвы, только если есть, не дай Бог, опасность. Вы видите, что ребенок взял монету, сейчас хочет монету проглотить, он откуда-то подобрал 10 центов или любую монету, и вы молитесь. Вы должны непременно взять эту монету, чтобы ребенок не проглотил, чтобы он не умер. Мы знаем ситуацию, где ребенок проглотил монету, мы знаем. Но иногда это может быть смертельным, потому что он может закрыть, он может, не дай Бог, может задохнуться. Поэтому только если это смертельный вопрос, вы видите, что змей к вам подошел, вы имеете право убежать или принять меры, чтобы этого змея умертвить. Во время Авраама вину еще не было законов. Авраама вину, вот, у нас есть закон, что человек не имеет права останавливаться, даже принимать гостей. Раба Авикдор Наванцель, какая-то фамилия, здесь нет огласовок, Невнацель, Наванцель, говорит, что когда человек молится, он сейчас занят митцвой, он освобожден от других заповедей. Сейчас вы молитесь Богу, вы сейчас заняты этой митцвой, вы сейчас временно освобождены от других заповедей. А когда же Барху пришел навещать Авраама вину, чтобы посмотреть, как он себя чувствует, но он говорит, Бог, я тебе благодарен, я должен сейчас принимать гостей, но он должен делать копора или нет? Должен ли он голодать из-за этого? Тора говорит нам, что он не должен делать копора, просто он ошибся, и он не должен принимать гостей во время молитвы. Следующий вопрос. Один человек, у него есть две квартиры, есть большое здание, где много-много есть там квартир. Один человек купил кондоминиум, или коап купил, или кондоминиум, он является владельцем, хотя коап, он не 100% владелец, но вы понимаете, что я говорю. У него две квартиры, в одной квартире он сам проживает со своей семьей, а вторую квартиру он дает в рент одному еврею, давайте его назовем Шимоном, и также его мебель это. Человек, который имеет две квартиры, мебель в этой квартире тоже ему принадлежит, и он это дает в рент одному человеку с его семьей. Наступил праздник Песах, этот человек Шимон, он со своей семьей поехали на две недели справлять Песах в Америку или в Канаду, они уехали. Когда они вернулись к себе домой, они видели, что в их доме кто-то ночевал, кто-то был. Этот человек, который ему дает в рент, он имел гостей, и эти гости не знали, где ночевать, он говорит, давайте зайдите туда и ночуйте, свои матрасы принесли, ничего не трогали, все чисто, все аккуратно. Вы понимаете, что произошло? Если вы даете ему в рент квартиру, и к вам домой приехали гости, он уехал куда-то, вы имеете право других людей завести к нему домой, чтобы они там ночевали? Итак, этот человек, хозяин, этот человек, который рент берет, приехал, и он говорит, почему, говорит, в моем доме я вижу беспорядок. Я просто не могу одну вещь понять, как они туда зашли. У нас есть ключи, у нас есть замки. Как они могли открыть дверь? Вот это я не могу понять. У хозяина есть всегда ключи? У него есть ключи? Тот человек, который дает дом в рент, у него должны быть ключи? Обязательно. Да? Да. Ну, короче говоря, у него были ключи. Да? Да. Но он говорит, за то, что ты сюда людей вселил, без моего разрешения, две недели они здесь были, я тебе две недели платить за рент не буду. Он говорит, нет, ты должен платить, потому что они ничего не поломали, ничего не испортили, они только лишь ночевали. Должен ли он ему две недели отнять или нет? Я почему-то не согласен с ответом, но здесь написано, что он освобожден от платежа. Но я почему-то с этим не могу смириться, потому что, во-первых, я очень и очень против. Здесь говорится, да, мы знаем, что он неправильно поступил, но вопрос, если он должен платить. Во-первых, я знаю некоторых людей, которые свои дома в Союзе не продали, они свои дома оставили и приехали в Америку, поехали в Израиль. Я знаю несколько таких семей, один из них наш родственник, который свой дом оставил, потому что цены на дом были очень и очень низкими, когда люди переезжали сюда в 90-е годы. Деньги поменялись, и даже те, кто продал свои дома, поменяли валюту на доллары, две-три тысячи долларов получили. Два-три раза рент заплатили, и на этом все. Поэтому некоторые люди, они свои дома оставили, а, потому что они говорят, может быть, нам Америка не понравится, мы обратно сюда приедем, б, потому что цены, может быть, поднимутся еще, и все будет нормально. И вот один из наших родственников свой дом не продал. Когда он проезжает в Союз, он видит, уже там люди поселились. Там уже узбеки живут, или таджики живут, они там в Бахазур живут. Еще один человек тоже мне рассказал, наш родственник того, кто здесь сидел, ныне покойный, он мне рассказал тоже, что у него в Союзе два-три дома тоже, вот так он оставил. И потом он приехал и видит, что люди там живут уже. Потом он говорит, там целая история, что там произошло. Поэтому мы очень и очень не любим, когда люди нахальным образом, без разрешения, вселяются и, как говорится, живут без разрешения. Поэтому я почему-то считаю, что он должен заплатить за это, и он неправильно поступил, этот человек. Да, ты даешь ему вред, но ты не имеешь права без его ведома людей сюда вселять и притворяться, что здесь ничего не было, все аккуратно чистить, что как будто ничего здесь не было. Как так? Если он заметил, что кто-то здесь был, значит что-то... Я считаю, что он должен за это заплатить, но почему-то здесь написано, что он освобожден, потому что ты ничего не поломал, не навредил, но слушайте, это... надо хорошенько еще обсудить эту тему. Последний вопрос. Один человек, у него есть ресторан, и он нерелигиозный, он живет в Израиле в нерелигиозном районе, у него нету кашрут, он кошерности не имеет, что хочет, то и заносит. Вопрос, да? Да, вопрос. Вот вы здесь берете машину, правильно? Вы используете лист. Теперь компания, не самая компания, берет вашу машину, на две недели вы уехали, он сдает кому-то. Да, это нельзя. А как будет этого носить? Неправильно ли это? Поэтому мы практически против, чтобы использовали без разрешения. Вы правильно, значит, они тоже против без разрешения? Один человек, у него есть ресторан, у него клиенты нерелигиозные, и он хотел еще больше людей привлечь. Он хочет, чтобы люди, которые полурелигиозные, что они тоже у него ели. Однажды он был на образании, и он у одного рабая большого взял разрешение. Это благословение. И что он сделал? Он обратился к одному человеку, который может делать форушап, он может делать монтаж, может делать разные-разные махинации с фотографиями. И он сделал так, что это как будто рабай вместе с ним в его ресторане кушают. Фотографию, где рабай, он ему дает благословение, он что сделал? Фотошап, человек с компьютером сделал такое, что этот рабай, и он кушает в ресторане, и он этот большой-большой пикчер, большую фотографию повесил у себя в ресторане. И когда люди говорят, у тебя кошерный, он говорит, смотри, даже вот этот рабай кушал со мной, он у меня кушает. И потом люди некоторые поверили и кушали у него некошерное. Сейчас этот человек стал религиозным, и он не знает, что делать. Как я могу раскаяться перед Богом? Во-первых, мы очень и очень против и очень и очень злые на тех людей, которые обманывают народ. Иногда были рабай, которых поймали, они продавали кошерное, на самом деле это мясо было некошерным. Это большой-большой грех, когда человек обманывает народ и кормит их некошерным. Это очень большой грех. Поэтому этот человек, он должен сильно раскаяться за то, что он кормил людей некошерной едой. Это очень большой грех. Хоте умахти это называется. Если он сам согрешил, он может раскаяться еще, или как. Но если он людей других завел в грех, это очень и очень большой грех. Это большой грех. Рамбан говорит, 24 греха есть, на которых невозможно раскаяться. Один из них, если вы других людей сделали так, что они из-за вас согрешили. Поэтому этот человек должен много-много делать, шва, много должен раскаиваться. Он должен голодать каждый понедельник и четверг. Он должен плакать. Он должен эти деньги вернуть, как-то для народа вернуть. все то, что он заработал некошерным путем. А должен ли он пойти к могиле этого рабая и попросить прощения? Вот. Я не знаю, что ему дать. Это то, что он его использовал. Мехалё попросит. Но он говорит, что он не обязан идти на его могилу, но он должен сильно-сильно раскаяться за то, что он вот так людей обманывал и кормил их некошерной едой. На этом я закончил мои речи. Всем вам хорошего дня. Аминь. Ребю Хананья, Б.R. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова